Как показывает практика, проблемы, с которыми сельские и городские жители обращаются к областным специалистам, не остаются без внимания. Они зачастую успешно решаются. Сегодня в общественной приемной губернатора прием проводила начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина. С какими вопросами пришли жители главному медику Тамбовщины, расскажет Ирина Птуха. График приема врачей узкой специальности, установления группы инвалидности, получения льготных лекарств. Вопросов в области медицины, как и в любой другой сфере, у рассказывцев множество. Каждый приходит сюда с надеждой, что выслушают, поймут и помогут. По причине обострения болезни Валентине Николаевне полагается санаторно-курортное лечение. Женщина уже стоит в очереди на получение путевки, но переживает, что это может затянуться надолго. Я хотела попасться в санаторию. И опять никаких результатов. Потому что сейчас они мне поставят эти тысячи, наверное, и я опять никуда не могу попасть. Единственное, что бывает так, что, например, выделяются путевки, а кто-то отказывается. Тогда может связаться с соцзащитой. Мы вас включили в реестр. То есть вы продолжаете стоять. Вы в 2012 году у нас не были на Санкоре. Управление наше занимается этим вопросом. И очередь эта вся продолжается. У Юрия Алексеевича, жителя села Платоновка, другая проблема. Его не устраивает график приема, который проводит лечащий врач. Кроме того, по словам мужчины, выписанные ему лекарственные средства не помогают справляться с болезнью. От безысходности Юрий Алексеевич пришел сегодня на прием. Этот вопрос Марина Лапочкина взяла под личный контроль. Кроме того, Юрию Алексеевичу была предложена помощь в выписке направления на прием к московским докторам. Ни одна проблема сегодня не была оставлена без внимания. Некоторые вопросы решались практически на месте. Остальные обязательно будут изучены и в скором времени должны быть решены, заверяют специалисты. Вообще здравоохранение города Рассказово и Рассказовского района меня устраивает. Мне оно нравится. Здесь работают руководители, вы знаете, очень беспокойные и понимающие задачи, которые стоят перед нашей отраслью. Мы всегда работаем с ними в таком конструктиве, что у меня нет никаких проблем при работе со здравоохранением города Рассказово и Рассказовского района. Работа в рамках модернизации программы здравоохранения в области продолжится и дальше, говорит Марина Лапочкина. Впереди много планов и задач, которые обязательно будут воплощаться в жизнь. Ирина Птуха, Сергей Томахин. Новости этого Рассказово.